Так, что у меня здесь есть дхэну, корова, это в номинативе. Значит, здесь есть каузативный глагол поить третьего лица. А, нет, в плюралисе. Значит, здесь есть осман, это нас в акузативе, и есть молоко в акузативе. То есть корова, в общем, нас поит молоком, то есть корова, которая, это я, корова, которая нас поит молоком, не, а вот что не, я не знаю. То, что я не знаю, как дхэ перевести, она в каузативе. А? Хоть я нашла класс ставить. У меня тут мысля была, может, не проезжаю. Значит, то есть первая, вот там две части, да, вот первая часть, вот где паяянти, да, а вторая глагол. Паяянти, да, паяянти, да, а вторая, где глагол гхатаята. Ну да. Мне кажется, что имеется в виду следующее, что те, те товарищи, которые поят молоком, не должны забивать корову. Да не забивать корову. Нет, кто у нас молоком поит, вот, и так далее. То есть ханта убивать, ну, я так подумал. То есть... Те коровы, которые у нас поят молоком, тех не забивать. Да, да. Нет, да не забивайте корову, которую, ну, вот, если поите молоком. Ну, вот как бы. Потому что масса с императивом должна быть приблиться. Там мажет с императивом. Хатаята, бабушка, это это. Тех не убиваете, или тех запрещено убивать? Корову не забивайте, если оттуда молоком. Ту корову не убивайте, которая у нас с молоком будет. Да, 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 много, правильно. Можно? В честном числе. Можно? Тут корова никак, она, ну, не согласуется с левой частью предложения, да? Просто те, которые поят молоком, да, вот тем вот запрещено, да, те, да, не убивают корову, пусть и не убивают корову. Нет, здесь игра с местоимениями. Тех-тех коров имеется в виду. А именно тех коров, да? Не те, которые пьют молоко или те, которые их убивают, а тех коров, которые, ну, дают молоко или поют молоком, тех убивать нельзя. Вам нельзя убивать тех коров. Так, а ГАТАЯТ это что такое? Императив? Императив, да. Обычный императив от коза темного глотвола. Второе лицо, множественное число. То есть вы не забивайте. Продолжение следует. Продолжение следует.